Приветик! Сегодня мы рассмотрим образование специальных вопросов. Это вопросы, на которые мы даем точный ответ. Когда? В пятницу. Где? В кино. Как будет когда? When. Где или куда? Будет where. Что или какой? Будет what. Почему? Будет why. Как? Будет how. Кто или кого? Будет who. Не бойся, мы не будем брать все сразу, будем разбирать потихонечку. Все вопросы, кроме вопроса к подлежащему, когда нам нужно узнать, кто выполнил действие, который начинается с who, кто или what, тоже кто, но неодушевленный, строится по одному признаку, принципу. С них мы и начнем. Для начала вспомним образование общих вопросов, на которые мы отвечаем да или нет. Это наши минусы. Берем, давай сначала, с самого начала пойдем. Берем плюсик. He is at home. Он дома. Общий вопрос. Is he at home? Вынесли it вперед, да? Теперь, чтобы спросить, где он, мы ставим вопросительное слово впереди общего вопроса. Where is he? Ну, ответ, конечно, мы убрали. Или давай вот так, пойдем с русского. Нужно задать вопрос, где ручка? Вначале думаешь, как же будет выглядеть ответ. Допустим, ручка на столе. The pen is on the table. Переворачиваем в общий вопрос. Is the pen on the table? И добавляем где. Where is the pen? Подчеркнем. Вопросительное слово, сказуемое и подлежащее. Такой путь долгий, но он позволяет не потерять глагол и поставить его в правильное место. По моей методике ты очень быстро научишься переворачивать предложение и потом сразу сможешь строить вопрос. Вот это вот наша схема вопроса. Мы ей будем часто пользоваться. Давай ее разделим на три схемы, чтобы нам было понятно, что мы всегда все равно отсталкиваемся от вариантов выбора глаголов. Берем вариант to be. Берем схему общего вопроса. Мы вынесли вперед to be в какой-то форме. За ним оказалось подлежащее, все остальное. Так? А теперь перед ним ставим любое вопросительное слово, кроме who. Получается вопросительное слово to be в форме какой-то, подлежащее, все остальное. Например, where is he? Или why is he hungry? Берем второй вариант. Тут для вопроса мы выносим модальный глагол вперед. За ним подлежащее, за ним сказуемое. Для примера возьмем can. I can run. Can he run? Общий вопрос. Впереди него ставим вопросительное слово. When can he run? Видите, схемы очень похожи. Третья схема с вариантом через вспомогательный глагол такая же. Вынесли вспомогательный глагол вперед. Я его подчеркиваю прямо одноволнистой. Помнишь? Получилось. Вспомогательный глагол, потом подлежащее, потом сказуемое, потом все остальное. They look at the dog. Do they look at the dog? И теперь ставим вперед. Вопросительное слово. Why do they look at the dog? Или what do they look at? Теперь мы можем объединить все эти три схемы в одну. Раз в первых двух вариантах мы используем subi и модальный как вспомогательные, просто они очень сильные, сам он и есть, сам себе вспомогательный, то мы все можем объединить в одну схему. У нас на первом месте вопросительное слово, на втором вспомогательный глагол, тот глагол, который мы выбираем, потом подлежащее, потом сказуемое. Просто в варианте subi у тебя частенько не будет сказуемого. Мы будем очень часто использовать эту схему. И еще такой лайфхак. Как запомнить слово where, где или куда? На русский вопрос где чаще всего мы отвечаем там. На английском это будет where, there. Отличается только первой буквой, да? Легко запомнить. Точно так же будет с вопросом когда. Наш любимый ответ это потом. Будет так. When, then. Тоже отличается только одной буквой. Переходи к упражнениям. Скоро увидимся. Пока-пока.